Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот, ровно три с половиной часа Полночь, и я в Питере Ну вот, кто сказал, что я в Санкт-Петербург приехал? Это, оказывается, город-герой Ленинград Это ночной Петербург Дошли до Невы Здесь вот такой кораблик стоит, а там белая полоса Это разведенный мост В Петербурге разводят мосты Да, вот мы идем Здесь дождик, естественно Дошли до набережной О том, как мы там расселились, поселились Расскажу отдельно А сейчас уже что-то часа сколько? Три часа почти уже Ночи Мы поселились в гостинице Вот В какой-то супер-супер крутой гостинице Вот И пошли прогуляться По ночному Петербургу Ну, город очень сильно отличается от Москвы Сейчас ночью тут мало что видно Но Уже все, что я увидел Мне понравилось больше, чем в Москве Одно плохо Дождик Мы приехали Крапал мелкий-мелкий дождичек А сейчас он так вот Капает, 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 капает Сыро Я не знаю, как я буду Сушить обувь свою Ну, все светло Прилично Красиво Чисто Где мы, не знаю Но мы вот на набережной Невы Вышли Завтра я буду гулять по городу И рассказывать Вот, видишь, мост светится Вот А вот эта вертикальная такая Это его развели Чтобы корабли проплывали По реке В Петербурге разводят мосты Заведенный мост А здесь вот какой-то такой скульптуры корабля Вот И все такое мокрое и сырое С добрым утром Павел, скажи что-нибудь хорошее Привет из Петербурга Привет Привет из Питера Мы здесь наслаждаемся хорошей погодой Сейчас хотели скупнуться Да И В общем, здесь атмосфера, конечно, не московская Не московская Действительно И мы даже уже не обращаем внимания на дождь Вот Вот такие дела Кстати, сейчас И архитектура такая Вот это вот прямо Великолепно сделано И не сказать Вот это вот вообще хорошее Это И не стилизация Явно современная штука Вот это вот идеальная Вот эта вот постройка Она сделана Ну как В стиле, если сказать То это может быть Ну, в стиле это правильнее Стиль и стилизация Это две разные вещи Потому что Стилизация Это попытка повторить стиль А сделать в стиле Черт Ну Ну вообще Это тоже почти стилизация И тем не менее Стилизация Это внешняя такая А в стиле Сделать Это да Это ну Сделать Как вот В ансамбле Скажем так Это более правильно Если так делать Ну вот Мне вот Я смотрю Вот на этот Цилиндр На эту башню И вот прямо Питер Масштабы Вот эти такие Вот этих Вот арок Вот эти вертикали В общем Вот то, что я вижу Сейчас здесь Это, конечно Здорово В лучшем В лучшем стиле Да Можно сказать Ну ладно Все Сейчас утро Сейчас здесь 11 часов Утро В Питере Дождя я смотрю Нет Дождя нету И поэтому Надо быстрее 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 Мне попить Чаю Кофе И бежать На улицу Ну все Пока Так Ну вот В Питере В Питере Выглянуло Солнышко Я думаю Что это Даже для Петербуржцев Ленинградцев Хорошая погода Я так понимаю Называется Потому что Там вот Даже как-то Чуть-чуть Прояснилось А вот Эта вот Штуковина Мне вполне нравится Хоть она Хоть она И большая Но она Абсолютно Сделана Как бы В стиле И не Как эти Дурацкие Баннеры Которые Стоят Посреди Города У нас Во всех Городах А эта Штука Сделана Абсолютно В стиле Петербурга Ну что там Говорить Это все-таки Невский Проспект И надо Сказать Что он Очень Культурно Сделан И оформлен Если не считать Вот этого Вот Привет Ну что Будем рисовать Петербург Мариинская Больница Учрежденная Для Бедных В 1803 Году Из чего Делаем Вывод Что Это Здание 1803 Года Ну и Вот эти Ботиночки Конечно Здесь у нас И Машины Одна за другой Скорой Одна за другой Три скорых Это что Ковид Вот и Эти Киоски Ну Киоски Всегда Неуместные И здесь Конечно Их бы Лучше не было Чтобы не Загораживать Фасады И тем не менее Киоски На улице Это нормальные Лавочки Лавки Лавочники Это Обычное Явление Для улицы Да И Вот Этот вариант Максимально Положительный Скажем так Или Минимально Вредный Для города То есть Посмотрите Вертится на языке Слово Сделаны В стиле Но Дело в том Что В Петербурге Как я обратил В стиле Это специально Ничего Не делается Здесь Здесь Просто Город Одного Стиля Вот Сделать В стиле Это Стилизация А Эти вещи Кажутся Естественными Они Как будто И не сделаны В стиле Они Рождены В этом Городе И Принадлежат Этому Городу И Сами По себе Составляют Его По сути Дело Стиль Вот Собственно Как и Вот Эти Тумбы Рекламные Которые Я уже Похвалил Конечно Они Кажутся Очень Большими Но Вообще Весь Петербург Все Его Детали Окна Арки Эркеры Все Такое По сравнению С Москвой Это Заметно Мне Такого Увеличенного Какого-то Такого Масштаба Ну Имперского Я это Назвал Так Вот Это Ну Очень Высокая Большая Тумба Но Она На Фоне Вот Этой Монументальности Имперской Петербургской Она Вполне Нормально Смотрится И даже Слава Богу Посмотрите Она Забивает Вот Эти Знаки Которые Все равно Присутствуют Которые Все равно Портят Нам Виды Города Но Вот Эти Вот Эта Реклама Сделанная Вот Именно Так Опять же Вертится На языке Слово В стиле Хотя Это Неправильно Я бы Сказал Это И Есть Стиль Сам По себе Стиль Города И Он Сохранен Или Даже Он Существует Он Живой Вот Это Я Почувствовал Как бы Это Мои первые Такие Первые Впечатления Самые Первые Я уже Говорил Что Я Здесь Последний Раз Был Страшно Сказать Полвека Назад И Кстати Говоря Я Сегодня Тут Нарисовал Свой Первый Рисуночек Надеюсь Не Последний И Тогда В 75 Году Мы Здесь Взяли Проездом И Я Тогда Здесь Тоже Что-то Рисовал Наверняка У меня Остались Ну и Вот Не Прошло И Полвека Как Я Снова В Петербурге И Высказываю Свои Самые Самые Первые Самые Непосредственные Самые Экспронтные И Значит Искренние Впечатления Могу Ошибаться С другой Стороны Нам Всем Известно Что Самые Первые Впечатления Высказаны Без Какой-то Излишне Придуманности Они Пожалуй И Являются Самыми Верными Вот Что Я Сейчас Вижу И Что Сейчас Еще Расскажу И Слава Богу Кончился Дождик Вот Меня Пугала Эта Дождливая Погода Во дворы Мы Еще Зайдем Я Уже Успел Пробежаться По Нескольким Проходным Дворам И У меня Тоже Есть Кое-какое Какие Об этом Впечатления Чтобы О них Рассказать Уже Новым Взглядом А что Это у нас За улица Я К своему Позору А точнее Это не позор Это мой Принцип Про который Я уже Не раз Говорил Ходить В вольном Полете По городу Куда Как говорится Ноги Вынесут Давайте В этот Двор Зайдем Правда Он Такой Представительный Ну Знаменитые Ленинградские Петербургские Точнее Дворы Я не знаю Как тут Кто-то Обижается На Ленинградцы Которые Пережили Здесь Войну И Вот Он Такой Двор Типичный Да Нет Не Типичный Типичный Это когда Их много И они Проходные А да Вон туда Проход Есть Еще В один Двор Еще В один Двор Ну что Пойти Что Куда Мы Придем Через Эти Дворы Да Вот Еще Сравнение Конечно Когда Я здесь Был 50 лет Назад Вот Этой Плитки Не Было Здесь Было Какое Старое Старое Чуть ли Не Грунтовое Покрытие Ну сейчас Эти дворы Вот видите Сколько их Ой как Ой как Здесь Ходи 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 Блудай Блуди Блуди По этим дворам Еще машины Как-то сюда Заезжают Вот Говорят Знатоки Этих дворов Вон как Вон как Вот такой Круг мы сделали Через дворы Ну Я думаю Те знатоки Которые знают Эти дворы Те кто Здесь Обитает Знают И более Заковыристые Места Вот Два Вот Таких Очень Необычных Наклонных Внутрь К стене Козырька Не знаю Чья Это Придумка Навряд Ли Она Родная Потому что Такой наклон К стене В общем-то Он Так сказать Не Не гигиеничен Для стены Потому что Представьте Что вода Стекает Нет Это все Новая Придумка Уже новых Как бы Безграмотных Безграмотных Наверное Строителей Дизайнеров Может быть Люди Которые Обучались Академическому Строительному Искусству И архитектуре Навряд ли Поступили бы так То есть Смотрите Если дождь Будет течь Вода Течет Она вся Течет Вот все-таки Сюда На стену Так или иначе И все это Чуть ли не На подоконник И чуть ли не Туда в окно Должно Затекать Я Не знаю Может быть Тут есть Какие-то Хитрости Может быть Тут Водоотвод Вот этот вот Ну что-то Мне не верится Если пойдет Такой ливень Что Вода Не зальет Стену И даже Не зальет Окно Так что Внешне Это эффектные Необычные Козырьки А с точки зрения Архитектуры Они Ну как Безграмотные Это мягко сказать Они просто Это вредительство Какое-то По отношению К дому К старому И поэтому Я бы Посоветовал Все-таки Этим самым Тем Кто следит За Состоянием Фасадов От этих Козырьков Избавиться Ну наверное Вот Я своими Советами Тоже могу Принести Какую-то Пользу Петербургу Вот такие дворы Здесь Ну а что Летом Когда тепло Здесь Совсем уютно И хорошо Наверное Особенно Когда сделают Вот здесь Ремонт Ну все Не по-русски Все написано Не по-русски Названия Все не по-русски Вот это мне В Питере Не очень нравится Если не считать Что сам Питер По себе Тоже не русский Город Получается Так вот Давайте признаемся Не то голландский Не то немецкий Да Если уж говорить Петербург Вообще-то Название Это Аааааа Ну все понятно Я почти за границей Так что не надо Удивляться Тому что здесь Все Не по-русски И не для русских Судя по всему Ну а действительно Откуда я должен Знать что такое Ойстерсбайкаки Какая-то кака Опять очередная Ну елки-палки Вот А Мишка Мне этот нравится А вам листочки Только снимать Что? Листочки Ой какой у вас взгляд Прямо такой Вот вы знаете Нет Вот тут Добрее Добрее? Да Не наоборот Говорят что я Мразяка Нет У нее такой Недоверчивый И прямо Такой Ну-ну Давай-давай Покажи Что ты тут Сейчас Ну такое Собственное Достоинство Несколько Недоверие Недоверие Даня Долго думал Слово Недоверие А мне Как-то без разницы Верите Слово Смогу Я сейчас на вас Покупер наношаюсь Сдачи Говорите спасибо Ну все Кончилось Даня Хорошего вечера Спасибо Как девушку Взгляд исправлять надо Подобрела? Ну А я вижу Да Чего меня-то боится Мне 70 лет Я уже еле хожу Я не боюсь Мы с вами Честность Устали уже Ясно Ясно